доброе утро я надеюсь что ваша неделя проходит плодотворно и вашей неделе есть благословение и сегодня я хотел поговорить в продолжении вчерашнего немножко разговора о следующем факторе который может повлиять на на нас с вами на на то как мы живем на то как мы действуем но как мы вообще взаимодействуем с этим миром это об окружении и мы знаем что каждый из нас является среднеарифметическим между пятью людьми которые нас окружают и соответственно если мы хотим улучшить свои показатели нам необходимо окружить себя совсем другими людьми и меня был разговор с одной из наших сотрудниц который говорит что мы общаемся в основном с подружками там и так далее потому что ну больше не с кем типа поговорить и после этого значит спрашиваю ну а подружки то чем занимаются они говорят ну вот они тоже в этом мало чего понимают они в технологиях не шарят там но и так далее короче говоря и после этого возникает удивление да почему у нас что-то происходит почему у нас нет никаких знаний определенных мы чего-то не умеем оказывается потому что все наше окружение ничего не умеет и когда мы собираемся что-то сделать мы кому идем мы идем к нашему окружению и это окружение очень сильно влияет на нас она влияет нас до такой степени что способна снести нас с той дороги на которой мы встали то есть отвлечь нас от той цели на которой мы идем полностью сделать так чтобы мы с вами перестали верить в себя да так действует окружение не потому что они плохие просто они знают как это происходит у них и они хотят чтобы это происходило и у вас и поэтому когда мы хотим добиться чего-то нового нам необходимо чтобы у нас было новое для этого окружения не обязательно для этого отказываться от старого окружения можно оставить их в приятелях но прошу заметить что все люди которые нас окружают они очень сильно влияют на нас окружение это очень мощный фактор влияния поэтому если вы хотите сегодня начать что-то делать своей жизни так чтобы преуспевать вам необходимо общаться с приуспевающими людьми например если вы работаете общайтесь с сотрудниками которые преуспевают которые добиваются чего-то в своей жизни если вы создаете бизнес общайтесь не с теми кто меньше вас в бизнесе общайтесь с теми кто больше вас бизнесе тусуетесь на всяких бизнес тусовках общайтесь с ведущими предпринимателями работайте с теми кто Потому что только от них вы сможете научиться тому, как преуспевать. Вы будете средним арифметическим тех людей, с кем вы общаетесь больше всего. Поэтому я знаю, что многие, например, предприниматели в инфобизнесе по большей части общаются со своими учениками, потому что они там среди этих учеников кажутся более представительными, более знающими, более мудрыми. Я когда слышал такую францию, я не знаю, кто ей сказал, к сожалению, но, видимо, сказал очень умный человек. Он сказал, что если я в комнате считаюсь самым умным, скорее всего, я не в той комнате. Я предпочитаю находиться там, где я считаю себя самым глупым. И это правильно, потому что когда мы находимся в помещении, ну, помещении, образно говоря, в компании какой-то, в которой мы общаемся с людьми, понимаем, что мы можем узнать отсюда что-то еще, отсюда что-то еще, от этого человека набраться опыта и от этого знаний, то это именно то место, в котором нужно быть. Потому что там, где вы находитесь выше других, вам некуда разбиваться. У вас есть потолок, это вы. А вам нужно создавать другой искусственный потолок, который не вы. И об этом говорит нам и Библия в притчах царя Соломона. Я бы хотел сегодня два этих места просто вот коротко прочитать, что окружение решает все. У него есть несколько мудростей, которые он сказал именно по поводу окружения. И одна из этих мудростей следующая. Это притча 13 глава, 20 стих. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми разорится. То есть здесь совершенно четкий посыл на то, что с кем нужно общаться. Если мы хотим быть мудрыми, нам нужно общаться с мудрыми. Если мы хотим быть глупыми, мы будем глупыми. Более того, он говорит, что глупые разорятся. То есть лишаться всего имения своего. И это очень важно, потому что о глупцах, которые лишаются своего имения, в притчах написано очень и очень много. Следующее место, которое прямо здесь рядом на ту же тему говорит, это притчи 16 глава, 29 стих. Человек неблагонамеренный разрушает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая свои губы, совершает злодейство. И как часто мы встречаем, например, особенно верующие люди, которые сегодня общаются с миром, как часто мы встречаем на пути своим людей, которые очень далеки от Слова Божия, которые очень далеки от вообще каких-нибудь моральных принципов. Но мы с ними общаемся. Почему? Потому что они наши друзья, они наши коллеги, они наши знакомые, может быть, даже они наше начальство. И вы знаете, для меня примером является один брат из нашей церкви. Я его знаю уже очень давно, уже несколько лет. И он действительно один из примеров для подражания во многом. И недавно он начал работать, как недавно, где-то год назад, наверное, чуть больше, он начал работать в той области, в которой ему очень нравится, в области финансов. Так получилось, что со временем он пришел на достаточно высокую должность в той компании, в которой он работал, и понял, в общем, всю поднагодную всего этого дела. И не было у него мира на сердце с этим совсем. Казалось бы, люди хорошие, да, ну, говорят, он такой хороший человек. Ну, говорят, хороший человек – это не профессия. И в конце концов он понял, что нет мира у него на сердце с этими людьми. Он не может больше себе позволить там работать. И он понял, что это просто, по сути, он с ними большую часть времени проводит, и большую часть времени он общается именно с людьми, вот как тут написано, неблагонамеренными, а там именно такие были люди, он принял решение оттуда уйти. И это очень сильное решение, потому что большинство людей, наверное, при такой зарплате, а зарплату у него примерно, ну, я не знаю, я в цифрах не буду называть, но это очень большая зарплата, будем так говорить. 90% населения нашей страны мечтают, чтобы у них вообще когда-нибудь был такой доход на семью, а он получал такие деньги в месяц. И он понял, что да, ему больше там просто находиться невозможно. Он человек сильный в Боге, он проповедник, он учитель у нас в церкви. И он понял, что ему с Богом гораздо будет комфортнее даже без денег, чем вот в таком обществе неблагонамеренных. Для меня это был просто очень такой яркий пример. И когда он сообщил о своем решении всем, я просто его поздравил искренне от души, потому что, ну, нужно иметь очень сильную волю и очень сильную веру в Бога, чтобы такое совершить. Поэтому такое резюме на сегодняшний день. Смотрите за своим окружением. Вы – это средняя арифметическая тех, кто вас окружает. Если вы понимаете, что вы остановились в развитии, значит, ваше окружение давно уже остановилось в развитии, вы достигли их уровня. Вам нужно продвигаться, для этого нужно найти окружение гораздо более сильное, чем вы, для того, чтобы там продвигать себя, для того, чтобы там развиваться, для того, чтобы там находить новые горизонты и идти к ним. Потом, естественно, находить следующее, но никогда не зацикливаться на одном и том же окружении. Пусть Господь обильно благословит вас, пусть это слово сегодня ободрит вас и, может быть, даст ответы на некоторые вопросы. Будьте здоровы, до встречи завтра в то же время на нашей трансляции, которая называется «Завтрак с Библией». И с вами был Иль Станкевич, до встречи, пока! Продолжение следует...